Душа поет во время танца. Это про Юлию Сагитову. Она занимается в хореографической школе почти 10 лет. Ей подвластны классические и современные композиции, но ее настоящая любовь – танец народный. Русский, цыганский, испанский, любой. Ну, вот испанский, цыганский – это более характерные номера. Ну, я люблю больше характерные. Ну, я всегда хотела казачьей, но пока еще не танцевала. Вот так вот, цыганский, испанский, прям, может, все себя показать. В танце каждое движение имеет значение, вплоть до положения мизинцев. За внешней красотой и грацией стоит тяжелый труд. Десятки и сотни репетиций, монотонные тренировки и даже травмы. Но результат стоит того. Ведь мы занимаемся воспитанием искусства, а без этого, ну, нет нормальной жизни человеческой, потому что это настолько все очень тонко, очень душа раскрывается. Правильно даже говорят, что душа поет, когда ты смотришь со сцены, красиво, красоту, вот эту грацию. Народно-сценический танец – это веселье, это душа танцева. Конкурс «Волшебная туфелька» проходит в нескольких номинациях – современный, классический и народный танец. Ритм, музыка, движение, техника, артистизм – учитывается все. Для участников фестиваля танец – это образ жизни. 14 хореографических школ, больше 40 танцевальных коллективов со всей области собрались здесь, чтобы доказать другим и прежде всего себе – я умею танцевать. Это дает очень большой профессиональный опыт, потому что когда мы танцуем, мы приобретаем сценический опыт, а когда смотрим, соответственно, мы можем учиться на чужих ошибках. Большие и маленькие – целые коллективы талантливых ребят. Их искали по всей области, чтобы помочь развивать свои навыки и добиваться больших высот. Победители регионального этапа поедут следующей весной в Москву на финал конкурса. Будут выступать на сцене Большого театра. Там их ждут мастер-классы от ведущих солистов, а также будет возможность проторить себе дорогу на танцевальный Олимп. В экспертном совете, в жюри присутствуют руководители, художественные руководители ведущих балетных школ. И всегда происходит вот такой, не могу сказать, отбор, но встреча студентов, будущих абитуриентов и руководителей учебных заведений. К Самаре у столичных экспертов теплые отношения. В прошлом году именно самарский коллектив «Задумка» взял гран-при на всероссийском конкурсе. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...